Готовы услышать эту историю с Тиндера? Позвал меня на свидание сегодня мужчина. Сначала он предлагал, чтобы я приехала в его город на трейне. Потом он предлагал встретиться в каком-то ресторане 30 минутах езды от меня. А потом он все-таки согласился встретиться недалеко от меня. Я его не упрашивала, он сам сказал, окей, давай где-то, где тебе близко. Я говорю, хорошо, мы договорились встретиться. Во-первых, он типа опоздал на 30 минут. Ну, я его ждала дома, я никуда не выходила. Потом он пишет, я на месте, ты где? Я ему пишу. Окей, я буду скоро, мне там надо 12 минут. Подходя уже к заведению, он мне пишет, ты где? Я пишу, я уже на месте. Он говорит, я отошел в туалет, садись, заказывай себе все, что хочешь и закажи мне, пожалуйста, колу. Вот это важный момент, потому что вопрос, зачем он попросил меня, чтобы я заказала ему колу. Почему этот вопрос у меня сейчас возникает, вы поймете. Я прихожу, захожу в заведение, спрашиваю, чтобы меня провели к столику, где сидит молодой человек. Мне говорят, тут нет молодого человека. Я говорю, да как же нету? Вот он только что сказал, что есть. Они говорят, нет молодого человека. Я ему пишу, тебя тут нет. Ты где? Он пишет, нет, я тут, я просто в туалете. Я скоро буду, садись, все, все окей. Я говорю, хорошо, я съела, но я ничего не заказываю, думаю, нахер надо. Я пойду покушаю сама вдруг что, но я пойду выберу другое заведение, потому что это заведение, это турецкая кухня, я не хочу есть сегодня турецкую кухню, мы там встретились чисто на кофе. Я его жду, жду 10 минут, его нет. Я ему пишу, слушай, если ты не тут, ты просто мне скажи, ну типа, я просто пойду в то место, которое, ну в другое место, давай не будем тратить время друг друга. Он мне ничего не отвечает, не читает мое сообщение. Я думаю, окей, подожду еще 3 минуты, если его нет, я просто встаю и ухожу. Херней. Ну и получается, я встаю и ухожу. Все, смотрю, он сообщение не прочитал. Я уже дошла до другого места, господи, аж голос пропал. Я уже, я ему ничего не писала, ну, потому что нахер надо, просто я захожу. Думаю, потому что он уже прочитал сообщение, интересно, как долго можно быть в туалете. Смотрю, а он меня заблокировал. I have a question. Первый. Зачем он просил меня заказать ему колу? Он хотел меня на колу развести? Что за ебучий вред? Второе. Мне вообще неизвестно, был ли он там. И, допустим, он был. И, допустим, я ему не понравилась. I have a question. One question. Ребята, здорово, Саныч, на связи. Ну, ладно, сейчас даже не будем обсуждать весь этот ролик, как бы там, что она рассказала, это все такое себе, да, там, это. Ребят, то есть это насколько нужно хотеть понтануться айфоном, типа якобы айфоном, ну, возможно, на смартфон надеть, чехольчик с айфона, чтобы с яблочком, как бы, да, и снимать себя не на фронталку, там, не на штативниках, а вот именно в зеркало, чтобы видно было значочек айфона, ребята. Это ж изумительно, ребята, просто, да? Она, ну, она как бы думала, на что... Ну, хотя, возможно, ее подписчицы не поймут, для чего этот ролик был записан. Это просто светануться, что у тебя яблочко на чехольчике. Это даже не факт, что там айфон, ребят. Пишите, пожалуйста, свои предположения, зачем ей это надо.